всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду наконец-то я отбросил присущую мне лень и заказал на ebay вот такую раздвижную форму для выпечки у меня все мои разборные формы здоровенные поэтому всякий раз когда я собираюсь нафантазировать очередной рецепт первым делом возникает мысль а кто все это дело будет есть смысле тескать то есть кому я и сам не прочь но для талии мягко говоря сладости не полезно учитывая что я на канале показываю в лучшем случае один рецепт из пяти опробованных форму поддерживать все сложнее и сложнее итак сегодня тортик совсем не сложно несмотря на то что в составе аж целых два крема для теста мука сахар коричневый масло сливочное яйца лимон разрыхлитель ванильный экстракт или ванилин для лимонного крема понадобится опять лимон сахар белый яйца масло сливочное крахмал сметана для последнего крема творог мягкий сыр типа маскарпоне или филадельфии желатин опять-таки сахар и опять ванильный экстракт вот такой набор приступим на ночную с крема желатин надо замочить в прохладной воде минут на пять творог выложить высокий стакан добавить сахар и поработать погруженным блендером чтобы получить очень нежную такую гомогенную пасту отлично теперь и нам смешать до однородности с сыром ванили добавить обязательно и желатин сюда же купил одноразовые кулинарные мешки нари очень удобно мыть не надо так это уберу чтобы не мешалась крем уберу пока в холодильник вот так все займусь тестом с ним все просто яйца взбить сахар до желтой плотной пены в муку высыпать разрыхлитель и перемешать до однородности духовку не забыть включить температура 180 верхний нижний нагрев и заранее подготовлю форму во первых смажу маслом во вторых наклею и бумагу такие извращения потому что поверхность у формы не антипригарная если бы готовил вот в этой конечно бы с бумагой не извращался бы по крайней мере намазал бы маслом и все так а теперь продолжаю с тестом тут чем фишка после того как разрыхлитель с кислотой в данном случае с лимонным соком соединяться начнется газообразование а тесто довольно жидкая поэтому надо не затягивать отправка его в духовку ваниль вмешать сюда затем муку ужасно с взрыхлителем и размягченное масло не можно отправлять форму срочно в духовку время выпечки зависит от реальной температуры в духовке и от размера формы вернее от толщины слоя теста в ней готовность будет определяться по сухой спички проткнули вытащили если тесто к ней не налипло значит все готово я второй крем сварганю цедру натереть сок выдавить сахар добавить крахмал тоже и все это прогреть до растворения сахара отдельно надо яйца размешать до однородности взбивать все не надо так что тут отлично створилось выливаю смесь в яйца при помешивании именно сок в яйца а не наоборот если вы в горячий сок яйца начнете струк вливать то они по крайней мере первая часть мгновенно свернется а если в яйца сок вливать то он постепенно до поступая будет плавно нагревать с яичную смесь и ничего не свернется а теперь на слабом огне начинаю все прогревать постоянно перемешивая венчиком до загустевания и не отвлекайтесь как загустело сразу снимать с огня а то опять же свернутся яйца отлично теперь надо все остудить а затем пробовать пока в масло мешаю зависимости от спелости лимона крем может быть как очень кислым так и не очень поэтому после остывания я в этот лимонный курт добавляю жирную сметану по своему вкусу вы добавляйте по своему готов видите спичка сухая тесто не прилипло надо остудить перерыв а потом сборка тут все просто верхушку срезать и съесть правильным ножом видите какая классная линейка вышла самура альфа и этот еще здоровенный такой острейший и сталь главное очень классная кухонная сталь аус 10 то что осталось разрезать на три равных коржа и вокруг нижнего коржа выдавить белого крема на него лимонный уже смешанный со сметаной сверху белый затем второй корж вокруг него опять белый крем вообще свои крема чередуйте на свой вкус кто и такой чтобы диктовать ему свои правила вот надо было я чувствую мне с этой формой разочек все-таки не на камеру приготовить тортик не рассчитал с размером в результате крема на верхний слой не хватило поэтому сейчас быстренько замешал сметану с желатином ну стандартно то есть 250 граммов сметаны 30 к желатина на сахар по вкусу добавил разболтал сюда такая жиденькая и сейчас верхний слой будут заливать не повторяйте моих ошибок сейчас верхний слой подстынет и тогда примусь за украшение украшать это чудо я буду дольками лайма и кумквата представляете первый раз в жизни я узнал это слово кумкват почти 30 лет назад из игры лари в их одном костюме помните такую ее наверно только такие стартеры как я помню я попробовал кумкват впервые я всего пару-тройку лет назад уже здесь в испании вот такой разрывчик получился между словом и делом все надо его убрать часа на четыре что пропитался кремом и вот когда пропитается будем пробовать перерыв так ну вот этот кусочек я сейчас и попробую посмотрите какой не дотерпел всего два часа тот про его в холодильнике надо чтобы хотя бы четыре часа лимонный курд как видите до конца еще не застыл так пахнет лимончиком и ванилью классно ну как я люблю я не люблю слишком сладкие торты а вот здесь сочетание лимонного курда и вот этого нежного сладкого ванильного крема застывшего супер и конечно коричневый сахар в составе тесто дает все знать он дает такой классный аромат украшение мне конечно получилось не актив опыта у меня украшательства нет какое вышло я думаю у вас получится лучше поэтому готовьте и наслаждайтесь и напоминаю сегодня пользовался вот такой классной линейкой самуры самура альфа для альфа самцов спасибо за компанию всем пока